Вы Евровиденьки смотрели? Знаете, что Украина победила? Это старая, а молодежь-то, наверное, любит его, Лазарева. Скажите, Евровиденье смотрели? Нет. А рады, что Джамала победила, что Украина? Я не отсюда, Минька, поэтому... Не из Украины? Нет, я из Донецка. Вы болели за Лазарева? Ну, в общем-то, да, конечно. В общем-то, да. Я всех приветствую. Молодцы. Скажите, Евровиденье смотрели? Нет. А рады, что Украина победила? Ну, конечно. Патриотизм все дела. Нет, а рады, что Украина победила? Ну, вполне. Почему? Нет. Мы же в одной стране живем. Песню Джамала слышали? Как она? Слышали, ну, ни слова не понятно, честно говоря. С английским, мне кажется, у нее проблемы. Без сурдоперевода непонятно. Нет, я не смотрел. А рады, что Украина победила? Ну, естественно, а кто нет? А песню Джамала слышали? Да. И как вам песня? Главное, что патриотическая. А о чем она, вы знаете? А? Этот, сорок-четвертый год, когда репрессия была, да. А Лазарева песня как вам? Ну, откровенно говоря, знаете, я не очень-то смотрю. Просто я за Джамалу посмотрел. Так второе место. Как первое. Ну, Украина, да, по баллам. Странно, по-моему, Россия празднует их, пацан. Ну, конечно, Джамала симпатичнее. Во-первых, у нее харизма, голос есть. Она, как бы, достойно выступила, как певица сама. Конечно, конечно, это наше лицо. Это еще лишнее доказательство, что Крым – Украина. И что все остальные территории тоже Украина, которые, к сожалению, пока не наши. Может, в Крыму следующая Евровидение в 2017 году уже будет? Ну, очень хочется, но, к сожалению, я думаю, это нереально. Вы за Лазарева болели, да? Не болели, но нравится просто. И Джамала неплохо тоже спела. Ну, так, слушать не будем. Евровидение смотрели? Да. Болели за кого? За Джамалу. Молодые люди, Евровидение смотрели? Нет, простите, мы натуралы, мы не смотрели Евровидение. Вы себе не натуралы только смотрят Евровидение? Да. А довольны тем, что Джамала победила, что Украина первая? Еще бы. А Лазарева не победила? Может, хороший, но наши лучшие. Евровидение смотрели? Нет. А то, что Украина победила, вы рады? Да. Ну, не Украина, а татар, крымско-татарский народ победил. Я не меломан, мне все равно. Хайби, что бородатая баба вышла, что Верка Сердючка вышла. Мне все равно как-то одинаково. А Украина все-таки, это хорошо, что выиграла? А мне как-то по боку. Вы не болеете за свою страду? Я за всех болею, за всех болею. У меня Украина, по боку, мне пенсию лишила Украина. Правда, конечно, мы не смотрели. Но мы не смотрели, к сожалению. Мы только в курсе, что она победила, а там так мы не следили, к сожалению, простите. Я всегда голосую за Францию. И важно, кто поет? Какая разница. Кстати, этот мальчик, араб, очень хороший был. Мне понравилась армянка еще. Ну, наша, конечно, без вопросов. Лазарев был неплох, но очень много было напущенности. Там много сыграла компьютерная графика, наверное, так называется. Ну, наша Джамала, естественно, вне всяких сомнений ее поздравляют тоже. Слава Богу, здесь мы победили. А не поедете в 2017 году в Киев на Евровидение? А еще не решено, где это будет, между прочим. Сегодня Херсон предложили свои услуги. Это, может быть, Львов прекрасный. Мариуполь слабовато. Где? Где? Хотя у нас есть море, это выгодно. Одесса предлагает свои услуги. Ну, мне нравится. Понравилась бы это Львов, Одесса и Киев. Я не смотрела, но я видела по телевизору. Понравилась украинская артистка, которая выступала и пела песни? Чудесненько. Чудесненько, очень хорошо. Пела так, понравилась. А про войну какую-то песню? Вчера нет. Победила, знаете? Конечно. Джамала. Очень рада. Всем она вам нравится? Всем. Очень хорошие голоса вообще, харизматичные.